Всего две недели прошло с тех пор, как Следственный комитет отчитался перед средствами массовой информации о работе, проделанной за первое полугодие. А вопросов уже столько, что пришлось экстренно организовать пресс-конференцию. Вопросы журналистов как о совсем свежих происшествиях, вроде вчерашнего взрыва на Кузнецова, так и о старых делах. Одно из самых громких происшествий прошлого года – покушение на главу УФАС. Обвинение предполагаемому исполнителю предъявлено. Управление сообщило об окончании следственных действий. Но после ознакомления защиты с материалами дела, его отправили на доследствие. В настоящее время продолжается проведение дополнительных следственных действий, направленных на обеспечение полноты расследования. Кроме того, проводятся и мероприятия, направленные на установление заказчиков и пособников данного преступления. Уголовное дело, как уже говорилось, в отношении их выделено в отдельное производство, и мероприятия по нему не прекращаются. Дело пропавшей в декабре прошлого года учительницы начальных классов Марины Шуваловой закрыто. Ее смерть, по словам судмедэкспертов, носила естественный характер. Признаков насильственной смерти не обнаружено. Вообще, каких-то телесных повреждений не было. Вынесено постановление об отказе от возбуждения уголовного дела за отсутствие события преступления. Ну и, разумеется, интересовали журналистов подробности дела Мамо Фирояна. Здесь домыслов пока больше, чем фактов. Начиная с того, располагает ли следствие видеоматериалами по делу. Каких-либо видеозаписей на сегодняшний момент у нас не имеется. То есть, если кто-то нам предоставит данные видеозаписи, я думаю, что если они были, они хотя бы, например, были предоставлены или были выложены в интернете, то на сегодняшний момент мы такими видеозаписями не располагаем. Что касается видеорегистратора, который был похищен, то данное уголовное дело находится в производстве следственного управления УВД. Вопрос о соединении этих двух уголовных дел еще не рассматривался. Так что руководство следственного комитета отказалось предоставить информацию, имеется ли между обвиняемыми родственная связь. Этот вопрос так и останется открытым. Правда, одной интересной подробностью того дня Александр Подковырин все же поделился с общественностью. После совершения ДТП к участникам ДТП подъезжала патрульно-постовая машина ДПС. Выходили два сотрудника, разговаривали, поговорили и уехали. То есть, после этого, когда уехали эти сотрудники, после этого уже ехал Хороненко Евгений Иванович. То есть, почему сотрудники уехали, кто там был, мы сейчас эту версию тоже проверяем, тоже есть вопросы. Пострадавший Евгений Хороненко все еще в тяжелом состоянии в больнице. Проводить следственные действия с ним пока нельзя по медицинским показаниям. Но картина следствия и без его версии событий уже сложилась. К делу приобщены многочисленные показания свидетелей, что позволяет опровергнуть множество слухов. В последнее время очень часто говорят, вот в следствиях массовой информации, в интернете там, да, высказывались о том, что данные события происходили, то есть и били битой, и наносили, значит, пинали сотрудника полиции, оттаскивали его куда-то там еще что-то, да. Ну, следственные, вот на сегодняшний день мы такими сведениями не располагаем. То есть, обстоятельства были немножко другие. То есть, был нанесен удар, в результате которого инспектор ДПС Хороненко получил вот такие телесные повреждения. Еще один спорный вопрос – покаянное письмо Ферояна. Вот, оно к нам официально не поступало. То есть, если защита, защита, необходимо нам его представить, это письмо, там, раскаяние, да, маму Ферояна, мы его рассмотрим. Вопросов еще много, но это все, что на данный момент могут сказать следователи. Возможно, инспектор, когда будет способен давать показания, прояснит все обстоятельства того дня. Наталья Романова, Андрей Семибулков, РТВ Иваново. Продолжение следует...